Ребята, всем привет! Такая вот домашняя обстановочка и дорогущая покупка. Я купил себе PlayStation 5 и в этом видео расскажу много интересного про эту приставку. Если у вас никогда не было PlayStation, вы задумывались купить, это видео вам точно будет полезным. Ну что ж, возможно видео будет длиться долго, но, ребят, вы меня простите, я хочу просто вам всё рассказать, всё, что у меня вот здесь вот накопилось. Итак, начну с того, что у меня последний раз был PlayStation 3, это было где-то 10 лет назад. То есть 10 лет назад у меня был PlayStation 3 и я играл, помню, в GTA San Andreas. Потом я его продал и решил, что, ну, зачем мне это? Я взрослый парень, мне нужно работать, зарабатывать деньги, содержать семью, играть в игры это как-то несерьёзно. В общем, я его продал. А, кстати, я вспомнил, я реально сидел до 3-4 утра и играл. Поэтому однозначно надо было продавать. Я продал, больше не покупал ничего. В общем, после этого я купил компьютер. Ну, понятное дело, прошло некоторое время, я стал блогером. Изначально, конечно же, я не был блогером и, соответственно, компьютер мне не нужен был. Ну, когда я стал блогером, я начал покупать себе компьютеры, ноутбуки, ПК, собирать, ля-ля, тропа-ля. В общем, подсел на игры на компьютере. То есть поработал, всё, сижу, поиграю, там, обожаю мафию, всю мафию прошёл, жду четвёртую. Кстати, должна скоро, насколько я понял, она выйдет чуть-чуть раньше, чем GTA 6. Поэтому будет здорово. Кстати, если выйдет раньше, можно будет сперва GTA 6 пройти, ой, мафию пройти, потом GTA 6 перейти. Это было бы правильным решением. В общем, в свободное время от работы я сидел и играл. Всё было хорошо и очень долгое время, пока я не увидел трейлер GTA 6. Я думаю, ну окей. А я, кстати, всегда смеялся с тех, у кого PlayStation. Я думаю, боже, да там один диск стоит 50 долларов, там, 60, 100 долларов, ну, в зависимости от игры. Зачем? Во, я на компьютер пиратку скачал, крякнул и играю. Поэтому я у тех, у кого приставка, такой, камон, зачем? Ну, мне всегда нравилось то, что на компьютере у каждой игры есть требования. А на этих приставках требования нету. То есть, все игры оптимизированы под эту приставку. Мне это всегда нравилось, но я такой, блин, ну приставки играть неудобно, ля-ля-ля, тропаля. В общем, выходит GTA 6 трейлер. Вот, буквально недавно. Я такой, отлично, скачай на компьютер, а потом я узнаю, что сперва он выйдет на PlayStation. Кстати, оказалось, самую большую прибыль компании Rockstar приносит именно PlayStation. Лишь потом Xbox, они даже, знаете, как сперва оптимизируют для PlayStation. Потом эту игру копируют и оптимизируют для уже Xbox. И в самом-самом конце на компьютере, почему, потому что многие пиратские качают игры, да, и не платят просто. Поэтому компании это не очень выгодно. Ну, в общем, слава богу, с финансами у меня нормально все. Поэтому мне, как бы, не важно, я куплю игру или скачаю официально и заплачу за это 50-100 долларов. Хотя GTA 6, говорят, будет стоить 155 долларов. Фу, ну ладно, раз в 10 лет можно заплатить. Так вот, я, короче, узнаю, что скоро будет GTA 6. Иду, вот я сейчас вам покажу, буду снимать, вставлю эти кадры. Я пошел и купил себе самый крутой ноутбук от Asus. Rockstrix 18 серия, вот самый-самый, нульцевый вообще. Ноутбук на RTX 3080. А, или у меня 3070. Ну, в общем, 9 i9 процессор Intel, там все дела, ля-ля, трополя. Короче, я заплатил, клянусь вам, заплатил за него больше 3000 долларов. Чтобы вы понимали, за 3000 долларов можно купить 4 или 6 таких PlayStation 5. 6 штук, вы слышите? А я купил только один ноутбук. В итоге к этому ноутбуку пришлось монитор, потому что ноутбук и экран маленький, хоть и 18 дюймов. Ну, я такой, ну, окей, GTA 6 выйдет, поиграем. В итоге он выходит, и я узнаю, что он выйдет сперва на приставку. Как я уже говорил ранее, Rockstar просто невыгодно на ПК делать. Они решили сперва на приставку, и лишь через год-полтора только на компьютер. Эх, я думаю, ладно, хрен с ним, ноутбук же я уже не буду продавать. Оставлю себе и пойду дополнительно куплю PlayStation. В итоге я начинаю гуглить и узнаю, что PlayStation Slim вышел. Вот только-только вышел PC Slim, видите, он черный. И здесь написано Digital Edition. Я побежал и купил эту версию Slim. Она тоненькая, маленькая, красивенькая. Опять же, сейчас кадры вставлю, покажу, как она у меня стоит рядом с телевизором. У меня телевизор 65 дюймов, Philips, 4K, кайф. И плюс рядом PlayStation, бело-черный, смотрится очень красиво. И знаете, в комплекте были ножки, и мне типа его надо было ложить вот так. Но я не стал этого делать. Я поставил вертикально, потому что он так очень красиво стоит. Мне нравится вертикально, я его поставил. Говорят, что там что-то жидкость потечет, еще что-то, но мне пофиг. Мне пофиг, пусть что-то течет, пусть течет, что хочет, потому что... Почему? Да, оказалось, что к выходу YGT-A6 компания Sony выпустит более мощную версию PlayStation 5, а именно PlayStation 5 Pro. Почему? Я объясню. GTA 6 будет очень требовательная. И она будет весить около 200 гигабайт. Чтобы вы понимали, PlayStation 5 даже вот этот Slim, у него железо старое, да, 2020 года. А GTA 6 выйдет в 2025 году, тогда этому PlayStation уже будет 5 лет, и, соответственно, он будет старенький. Ну, как Sony может допустить того, чтобы самая легендарная игра, которую приносит, кстати, чтобы вы понимали, игра GTA продается в магазине Sony. И, конечно же, Sony за это получает очень-очень большую комиссию. Вот, поэтому чем больше продажу GTA 6, тем выгоднее данные компании Sony. Поэтому Sony решили выпустить более мощную модель. Она будет почти, ну вот грубо говоря, в два раза мощнее, чем предстоящая PlayStation 5. И выйдет она буквально за несколько месяцев до того, как выйдет GTA 6. Поэтому, ребята, я лично немного расстроился, но не сильно. Да, то, что я купил, мог бы купить прошку, подождать, потому что прошка уже потом года три не будет обновляться точно до PlayStation 6. А шестерка выйдет в 2028 году. Так что три года я был бы спокоен, что у меня последняя новинка. А тут я купил, вон, через, не знаю, там полгода выйдет уже новая PlayStation. И моя уже устареет. Но благо, как я уже сказал, с деньгами проблем нет, поэтому я сразу же Slim продаю и перейду на прошку. А вы, друзья, я вам советую не торопиться, если вы хотите сейчас купить PlayStation. Лучше подождать прошку, потому что уже очень много слухов. И утечек выйдет буквально месяцев через 8-9 максимум выйдет. Вот, так что ждите прошку. Я надеюсь, что в прошке, кстати, вот у меня один терабайт. Надеюсь, что будет... Ну, это очень мало. Я вот игры 5 скачал, и всё, память забилась. Но это не серьёзно. Поэтому надеюсь, хотя бы в прошке, что памяти будет 2 терабайта хотя бы. Было бы здорово. Я, как уже сказал ранее, не сильно расстроился. Почему? Потому что 8-9 месяцев я бы подождал, если бы с деньгами было туго. А так, как бы с деньгами проблем нет. Поэтому я с удовольствием поиграю, познакомлюсь. Я привыкаю, ребят. Но у меня последний раз был PlayStation 3. Тут PlayStation 5, и для меня это небо и земля. Я каждый день узнаю что-то новое. Поэтому пока выйдет прошка, я привыкну, и всё. Я буду уже с GTA 6, как у себя дома, как говорится. Вот. И если честно, после того, как я пересел на PlayStation, а это буквально неделю я играю, я искренне не понимаю, как можно играть, сидя за компьютером. То есть, меня настолько отвернуло от компьютера, что играть я уже на нём не могу. У меня сейчас на компьютере нет ни одной игры. Я теперь играю только на PlayStation. И, кстати, я хочу вам рассказать маленький секрет. Я, когда купил PlayStation, я такой, блин, да тут всё платно, что делать, всё подписки требуют. Зайдёшь в одну игру, подписка в другую, подписка. Игры стоят кучу денег. В итоге я в первый же день оформляю подписку PlayStation Plus, самую-самую топовую, там, за 100 долларов в год. И я такой думаю, блин, а зачем я это сделал? Ну, я не понял сперва. А потом, как понял, оказывается, подписка – это реально крутая вещь. На все игры скидки, на все. Вот, например, игра стоит 100 долларов, да? Вот GTA 6 выйдет, будет стоить 150 долларов. Но для тех, у кого есть подписка крутая, как у меня, премиум-версия, для нас она будет стоить где-то 100 долларов, там, 80 долларов. Вы понимаете? То есть ты один раз платишь за подписку 100 долларов, в год 100 долларов, но при покупке двух-трёх игр ты уже экономишь деньги. Дисковая версия мне ещё не нравилась, то, что она толстая, а Digital, она прямая, маленькая. Ведь вот у дисковой здесь ещё сбоку торчит вот такая вот фигня. Мне очень не понравилась. Вот, поэтому я всегда буду брать Digital, и вот некоторые говорят, ну, так ты возьми диск, а потом перепродашь, а возьмёшь, купишь другую. Ой, ребят, камон, мне это не подходит вообще. Я и так редко, как бы, скажем так, играю в такие игры, ну, которые я прошёл бы до конца. Я вообще редко играю игру какую-то до конца. Мафию только, наверное, прошёл, и всё, больше ничего. Вот, поэтому мне диски вообще не подходят. Вот, купил там 2-3 игры, да и по подписке PlayStation Deluxe, да, по-моему, ну, максимально вот это. У меня почти полмагазина бесплатно для меня. Ну, так это круто. Я считаю, вообще кучу денег сэкономил. Ещё раз повторюсь, игры продавать, перепродавать, ну, как один парень написал, пока я продам это, я заработаю больше. Поэтому мне это точно не подходит. И ещё один момент, это то, что я сейчас локально живу в Турции, ну, последние годы, и здесь кому-то что-то продать. Здесь нет привычного нам Авито, Куфор, Юла, Олэкс, такого нету, понимаете. Поэтому если я куплю диск, потом я хрен ему кому-то продам. А чтобы вы понимали, я пошёл специально в магазин и посмотрел. Диски стоят в, ну, 2-3 раза дороже, чем онлайн купить игру. Опять же, это про Турцию, я не знаю, как в других странах. Вот, поэтому, смотрите, но я вам расскажу всё-таки один ещё лайфхак, да. Вот выйдет PlayStation 6, 3 года они будут её обновлять, но в железо не будет обновляться, а не корпус, но они опять выпустят толстый, потом будут меньше, 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 потом Slim выпустят, а потом 6 Pro будет. Ну, всё как обычно, с четвёрки так же было, понимаете. 4, потом улучшали, улучшали, потом 4 Slim, и потом 4 Pro сделали. Поэтому, если выйдет PlayStation 6, однозначно можно его сразу же купить, через 3 года поменять, а нет, 3, через 4 года выйдет 4.6 Pro. То есть, купили сразу же и забыли на 4 года. Если вы купите ближе к 4 году, когда Slim выйдет, вы имеете в виду, что через год опять вам придётся поменять на более мощную версию. Ещё я бы хотел сказать, что компания Sony, конечно, могла бы вставить, но сейчас телефоны продаются по 2-3 терабайта памяти, вообще пофиг. Они могли бы сделать для игр, которые весят, одна игра реально весит по 200 гигабайт. Ребят, что такое 1 терабайт? Это очень мало для приставки. Поэтому они могли бы сделать 2-3 терабайта, они могли бы сделать мощность прям вообще максимальную, но они не делают этого. Знаете почему? Маркетинг, как говорится. Маркетинг, потому что если они сейчас ставят 2, мне кажется, что в PlayStation 5 Pro не будет 2 терабайт памяти. Возможно, в шестёрке будет 1,5 терабайта, вот может быть. Но я же говорю, они могли бы это сделать, но они будут думать, так, а в шестёрке тогда мы сколько поставим? Если мы сейчас на 5 Pro 2 терабайта, а в 6 тогда сколько? 3? И что так, бесконечно? Типа до 10 дадём? Нет. Пусть они лет 10 ходят с терабайтом, потом 10 лет 2 терабайтами, потом 10 лет 3, но я думаю, они так делают. Ах, в общем, я надеюсь, что вы всё поняли, как работает Sony, игру GTA 6 и мои эмоции про PlayStation. Xbox вообще помойка, мне кажется. PlayStation это круто, классно, он беленький, он бело-чёрный, очень красиво. Ребят, в общем, я больше за компьютером играть не буду, только PlayStation, только приставки, это круто, удобно. Мне вот нравятся тактильные вот эти ощущения, вибрация, ой, это не передать словами. У кого есть приставки, пишите в комментариях, кто играет за компьютером, напишите, почему вам не нравятся приставки, у кого приставки, почему не нравятся компьютеры, в общем, всё пишите в комментариях. Это был Андрохак, поделился с вами своими эмоциями от покупки PlayStation в домашних условиях, ребята. Пока. Увидимся скоро. Субтитры сделал DimaTorzok